День добрый. Мы решили наш сегодняшний блог посвятить особому месту, особой ешиве, которая называется Ешиват Фебро. Почему именно это место мы выбрали? Так сложилось. Издается, что мы сейчас познакомились с этим местом поближе. И меня поразили слова Рабшах. Рабшах сказал, что именно про эту ешиву можно сказать, что это тот куст, или как его принято называть, неопалимая купина. Надо куст, который горит, но не сгорает. То есть это то, что видел Муши Рабейну, что куст горит и не сгорает. Как Рабшах это объяснил? Что имеется в виду куст? Дело в том, что ешива, в котором мы сейчас находимся, была основана в Ковнух, в 1877 году. Как говорят главы этой ешивы, можно ли сделать такую хорошую ешиву? Сложную или просто? Можно. Только для этого нужно 139 лет. Вот этой ешиве ей 139 лет. Она из современных существующих ешив, наверное, самая старая, которая может показать совершенно четкую преемственность того, кто ее основал и как она здесь оказалась. То есть преемственность Тора и Полята, что есть там. Именно в Ковнух они были, эта ешива была организована Рабином Таном Циви Финкеном. Альтерами Слобод, Зейдами Слобод, Дедушкой Слобод. Почему его назвали Дедушкой? Потому что он никаких постов и никаких званий не имел. Он был простым человеком, который основал эту ешиву. И его задача была, посвятил себя для того, чтобы Тора была передана из поколения в поколение. После того, как ешива в Воложине, знаменитая ешива Воложина была закрыта, он открыл эту ешиву в Ковнух и она стала магнитом для всех ешивод. И из нее вышли все те ешивод, которые потом образовались. Например, ешива в Слуцке, ешива в Мире. Сын Рабина Сан Циви Финкеля параллельно переехал туда, стал там в Рожи Шивере, в Лезере Йода Финкель. То есть вот эта вот семья Финкеля стала той семьей, которая, в принципе, сохранила Тора для еврейского народа. Интересно, что моего учителя, я говорил вам в предыдущем Ковне, его звали Натан Циви Финкель, он был Рожи Шиват Мир здесь, в Иерусалиме. Потому что его звали так же, как его знаменитого прадеда. И вот мы находимся в перерыве, потому что меня прожил, что даже в перерыве, здесь ребята продолжают учиться, да, и находимся даже, даже находясь в перерыве, все равно никогда здесь не прекращаются слова Тора. Ребята остаются и занимаются, и это огромное помещение, здесь есть 1400 учеников сейчас. И этот бессменедреж в учебное время полон, здесь стоит голос Торы. И более того, здесь это место они называют Оксфордом ишевского мира, да. Сюда очень сложно попасть, сюда есть огромный конкурс на поступление. Так почему же это тот терномник, который горит и не сгорает? Дело в том, что то, что мы видим, что эта Ешила была образована в комнах, потом она переехала в Суда в Израиль в 1924 году в город Хеврон. Почему они переехали именно в Хеврон? Потому что у Альтера Слободки, у него была такая позиция. Человек – это великий человек. Он говорил, что у него есть в принципе одна только беседа. Потому что великий человек, который создал Всевышний, не может грешить. И уровень человека выше даже самых настоящих, высоких, самых высоких ангелов. И поэтому человек должен выглядеть соответствующий. Поэтому эти мальчики и тогда, и сейчас всегда одеваются в красивую одежду для того, чтобы подчеркнуть уровень этого человека. И поэтому в Иерусалиме изначально они не вписывались, потому что они были одеты в дорогие костюмы и не могли жители Иерусалима признать, так сказать, из-за своей. И поэтому они поехали в Хеврон. В Хевроне они были до 1929 года, где Ешива настиг знаменитый подросток в Хевроне. И 24 ученика Ешивы там погибли. И после этого Ешива переехала в Иерусалим, в здание, которое сейчас называется Хеврон-Геула. А в 1975 году, поскольку Ешива разрослась, она переехала сюда. И вот это вот место, мы видим, что оно переходило из одного места в другое место, из одного места, но все время оставалось, все время расширялось. И всегда это было центром Тора. И казалось, что вроде бы все произошло, все разрушено. И Тора разрушена в Литве, и Тора разрушена и в Хевроне ее нет, но она все равно возрождалась, заново процветала. Вот такая вот Ешива, которая была создана одним чистым человеком, которого звали Робино Санси Финке. Большое спасибо. 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 Спасибо.